ЗВОНОК В ДВЕРЬ В один, сложно его назвать, наверное, будет прекрасным день. Вместе знакомых и любимых программ на экранах может появиться чернота. А это значит, что вещание Союза будет отключено за неоплату услуг операторов связи. Такое, конечно, нельзя допустить. За первую половину ноября по 15 число мы получили от вас 10 миллионов 380 тысяч рублей. Слава Богу, это ровно столько, сколько нужно каналу на поддержание жизнедеятельности в течение этого времени, в течение двух недель. Спасибо всем нашим зрителям, кто поддерживает нас. Но, к сожалению, мы почти не погашаем наши накопившиеся за прежние периоды долги. На сегодня это 27 миллионов 234 тысячи 312 рублей и 57 копеек. Ну и не говоря уже об отсутствии средств на какое-то развитие канала. Поэтому просим всех-всех-всех зрителей подключиться к поддержке телеканала «Союз». Чтобы за оставшиеся недели этого года мы смогли рассчитаться со всеми долгами перед всеми операторами связи. Обращаем внимание, что все способы помощи телеканалу указаны в бегущей строке, указаны на нашем сайте. Мы благодарны за любую поддержку, потому что каждый рубль – это продолжение работы телеканала. Обращаем внимание, что хотя терминалы приема платежей «Киви» и перестали рассылать благодарственное СМС, все деньги, отправляемые на «Союз» таким способом, до нас доходят. Не переживайте. И смело пользуйтесь терминалами «Киви», «Компей», «Телепей», «Амиго» – всеми, где есть зеленая, знакомая вам кнопка «Союза». Почта России облегчила прием пожертвований. Сейчас уже не обязательно писать наш почтовый адрес и указывать получателя Байбакова Дмитрия Максимовича. Достаточно сказать, что вы перечисляете средства на телеканал «Союз», и ваше пожертвование будет зачислено непосредственно на расчетный счет канала. Хотим напомнить вам, что на современных телефонах, смартфонах, то есть вот не кнопочных, а которые с более-менее большим экраном, можно скачать бесплатное приложение «Союза» и на выбор смотреть два канала. Либо «Союз», либо наш православный музыкальный канал «Муссоюз». Также вы можете скачать приложение нашего радио, православного радио «Воскресенье» и православные газеты. Мы всегда очень рады и благодарны получать от вас и обратную связь, ваши советы по улучшению работы канала, содержанию программ. Все это вы можете излагать, свои мысли по этому поводу на нашу почту электронную. Байбаков, собачка, tvsoyuz.ru На экране эта электронная почта должна появиться, запишите себе, и любые свои соображения по поводу работы канала можете высказывать. Вот, например, недавно совсем мы получили письмо от Олега Баховчука, который живет, по-видимому, за пределами Российской Федерации. И у него вызывает недоумение звучание на православном канале, нашем канале, гимна России. По его словам, одной из 82 стран вещания канала. Он также призывает задуматься, как воспринимается государственный гимн вот одной из стран на Украине, в Прибалтике, в странах Средней Азии, в европейских государствах. И он считает, что это смешивает православие с государственностью, властями, политикой, которую не все могут разделять и так далее. И что все это не есть хорошо. Вот давайте и обсудим этот вопрос. Вконтакте у нас открыто, в социальной сети Вконтакте у нас открыто голосование. Можете писать на указанную электронную почту Байбаков, ТВ, Союз, РУ, уместен ли государственный гимн на православном канале. Работу Союза, в работе Союза можно поддержать и поучаствовать, и нужно участвовать. Также присылают для эфира свои материалы, видеоматериалы, конечно же, проповеди священнослужителей, фильмы, сюжеты о приходской жизни и так далее. Для этого надо загрузить видеоматериал на YouTube, а нам на указанную, опять же, электронную почту прислать ссылку. Мы ознакомимся и по возможности будем ставить эти материалы в эфир. В завершении нашей сегодняшней встречи напоминаю, что осталось всего две недели до окончания подписной кампании на газеты и журналы на 2019 год. Им очень рекомендуем вам выписать нашу православную газету. Это полноцветный еженедельник на 48 полосах А3 формата, в котором еженедельно печатаются расшифровки программ телеканала «Союз», сама программа телепередач канала. Выписать газету можно в любом отделении связи, на любой почте по всей России. Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать» на весь 2019 год 70.598 и на первое полугодие 32.475. Друзья, призываю каждого зрителя не забывать регулярно поддерживать «Союз», чтобы наше вещание не закончилось черным экраном. И спасибо вам за то, что пока мы все-таки есть и мы с вами. Редактор субтитров А.Семкин